Команда журналистов из Махачкалы – лучшая на Кубке Муфтеата по футболу. Итоги этого ежегодного турнира под лозунгом «Спорт против террора» подвели в Избербаши. В споре за почетный трофей сошлись 54 коллектива из разных городов и районов республики. Атмосферу спортивного праздника передали наши корреспонденты. Слово Курбану Рагимову. Яркие по содержанию и жаркие по своему накалу. Предварительные матчи второго Кубка Муфтеата по умению в футболу проходили одновременно на трех полях. Заявились 54 команды. География турнира охватила почти все муниципалитеты республики. В прошлом году этот турнир мы организовали в Махачкале, в этом году в городе Избербаш. И решили поменять, сменить локацию. И в следующем году, возможно, уже в другом месте будет турнир. И по просьбе самих избербашцев они хотели встретить у себя гостей. С разных районов ребята общаются, обсуждают, какие есть там проблемы, какие-то советы и так далее. Чтобы работа шла вперед, это, конечно, дает свои плоды. Команды были разбиты на 18 групп. На первой стадии определились участники плей-офф. 16 сильнейших коллективов продолжили идти к трофею. Далее матчи на выбывание. На полях царит атмосфера конкурентной борьбы. За пределами только дружба. До и после игр соперники обмениваются рукопожатиями. Для всех участников турнира и болельщиков организовано горячее питание, чай из самовара и ароматный плов. Вот эта игра, аль-хамду-ли-ля, сплачивает нас. И побольше надо таких игр тоже делать. Вот со стороны, когда смотришь игру, это вообще, скажем, такой адреналин захватывает. Ну а за полем что происходит? За полем увидимся, знакомимся с людьми, новые знакомства. И дружбы тоже новые, тоже, аль-хамду-ли-ля, за это. Игры проходят в очень великолепной атмосфере. Все команды со всего Дагестана участвуют. Поединки очень азартные, побеждают только сильные. И заодно дружелюбно во время перерыва пьют чай, отдыхают, общаются между собой, перенимают опыт работы. Турнир призван укрепить дружеские отношения между выходцами из разных муниципалитетов. Об этом на церемонии закрытия говорили организаторы. К участникам также обратились известные спортсмены. Завтра, когда вы снова выйдете на работу, чтобы с большим усердием, усилием, чтобы вы свою работу делали, намного качественнее, чем было. Хотя по качеству работы, каждый вот эти три финалиста, которые стоят здесь, опожаловаться не на кого. Но дало, чтобы еще лучше было. Как наш муфти говорит, как будто до сих пор мы ничего не делали, с нуля как будто бы начинаем, чтобы вот так мы все работали. Пусть Аллах нас объединит, наши сердца, наше братство укрепит. Пройдя без поражений сквозь сито предварительных матчей, в финал пробились лучшие из лучших. Сборная СМИ, костяк команды, которые составили сотрудники ННТ, встречалась с дружиной из Казбековского района. В этом упорном противостоянии журналисты взяли верх с минимальным преимуществом. 2-1. Кубок отправляется в Махачкалу. Очень сложно удалось, но ребята на характере, я в воротах, но вот ребятам я хочу очень сильно похвалить и поблагодарить за то, что они себя отдали на поле. Вот реально отдали ребята. У них нет такого опыта, как у финалистов, но у них есть характер. И на характер они это все вырвали. Всех призеров турнира наградили медалями и денежными премиями. Организаторы также учредили награды в индивидуальных номинациях. Лучшим вратарем признали Шамиля Махаева, а звание лучшего футболиста досталось Гаджи Абидову. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Избирбаш.